Вы смотрите экономический календарь на понедельник, 4 декабря. Давайте посмотрим, какие события и публикации могут повлиять на рынки. Первыми в 5 утра будут представлены данные об уверенности потребителей в Японии за ноябрь. В октябре показатель уверенности продолжал расти и достиг 4-летнего максимума. В 9.30 выйдут данные индекса PMI в строительной сфере Англии за ноябрь. В октябре индекс восстановился, хотя в предыдущем месяце он достиг отрицательной зоны. В 10 часов выйдут данные индекса цен производителей еврозоны за октябрь. В сентябре эти данные превысили ожидания. Был зафиксирован максимальный рост этого индекса за 9 месяцев. Далее в 3 часа будут представлены данные о заказах на фабриках США за октябрь. В сентябре темпы роста количества заказов увеличились, а в августе они составили 1,2%. Данные индекса сферы услуг Австралии за ноябрь выйдут в 10.30 вечера. Индекс понижается уже на протяжении 3 месяцев, но он всё ещё находится в положительной зоне. В 12.30 после полуночи выйдут данные об объёмах розничных продаж в Австралии за октябрь. В сентябре объёмы продаж не изменились после двух месяцев сокращения. В это же время будут представлены данные индекса PMI в сфере услуг Японии за ноябрь. В октябре индекс повысился на 2,4 пункта, благодаря значительному увеличению количества новых заказов. В час 45 выйдут данные индекса PMI в сфере услуг Китая за ноябрь от Кэксин. В октябре темпы роста сферы услуг увеличились, хотя в предыдущем месяце индекс лишний значительно превышал нулевую отметку. Резервный банк Австралии опубликует своё решение по поводу процентных ставок в 3.30. Это важнейшая публикация для всех трейдеров по австралийскому доллару. В ходе предыдущего заседания монетарная политика осталась неизменной, и рынки не рассчитывают увидеть повышение процентных ставок в ходе этой публикации. Вы смотрели экономический календарь. С вами был Киес Халил. В следующем выпуске мы расскажем о ключевых событиях вторника. Субтитры создавал DimaTorzok